Несмотря на зимний мороз, ровно в назначенное время у памятника Герою Советского Союза Дмитрию Медведеву стали собираться люди, в их числе ветераны, руководство музея именитого чекиста, а также школьники и студенты биржеских учебных заведений. После возложения цветов участники митинга направились к воинскому мемориалу, расположенному на улице Почтовой. Это священный долг по защите нашего отечества. Пожалуйста, прежде чем пойти в армию, приходите в школу ДСА. Вы получите одну из шести военных специальностей, которые, поверьте, всегда пригодятся вам на гражданке. И вот в прошлом году по губернаторской программе 986 юноши и девушек бесплатно совершили парашютные прыжки в биржеском аэроклубе. В этом году 2500 человек смогут это сделать. Было бы ваше желание. Месячник оборонно-массовой работы ежегодно привлекает сотни молодых людей. В это время юноши и девушки активно изучают историю своей страны, участвуют в различных спортивных мероприятиях, развивают в себе чувство патриотизма. Целая череда подобных мероприятий начнется с 23 января и в Брянске. К примеру, в рамках месячника пройдет турнир по пейнболу. В ряде учебных заведений будут организованы мероприятия, посвященные оборонно-массовой работе. Среди них встречи с ветеранами Великой Отечественной, афганцами и теми, кто принимал участие в боевых конфликтах. Что касается открытия месячника, то после торжественного митинга он продолжился автопробегом спецтехники Росто-ДСААФ по центральным улицам Бежицы и города Брянска. Напомним, что продлится месячник оборонно-массовой работы до Дня защитника Отечества 23 февраля. Игорь Миртюк, Александр Егоров. События. Брянск. Игорь Миртюк, Александр Егоров.